Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске поговорим с вами об одном замечательном растении-компаньоне, которое спасет весь ваш участок от множества всевозможных вредителей, за исключением, ну, одного-двух. Речь у нас пойдет о таком прекрасном инсектицидном растении, как вот это вот растение. Это не что иное, как табак. А у меня под ногами растет рукола. Ну, все знают, что у руколы есть одна проблемка, как и у многих других крестоцветных растений. Это крестоцветная обложка. Бложка может не оставить и следа от горчицы, от капусты, от руколы и от редиса, и от многих других крестоцветных растений. Соседство крестоцветных растений рядом с табаком, когда вот табачок рядышком растет, ну вот, метр квадратный руколы и одно растение табака. Никакой крестоцветной бложки здесь уже нет. Второе место, где очень хорошо высаживать табак, это все капустные растения. Капуста качанная, капуста цветная, капуста совойская, брюссельская, листовая и так далее, и так далее. Дело в том, что соседство табака с этими растениями спасает их от многих проблем. Спасает от слизней, спасает от гусениц. Вот я заметил, что как только табак растет где-то рядышком на участке, вот такой вот табак, да, бывает с желтенькими цветочками махорка, а это вот табак такой настоящий, из которого сигары крутят и сигареты делают, никотиано табаку. Вот он полностью, буквально полностью избавляет вот эти особенно подверженные слизням растения от нашествия этих неприятных вредителей. Просто посадите буквально одно растение на квадратный метр. Еще одно растение, от которого спасает табак, как ни странно, это белокрылка. Белокрылка замечательно садится на табак и замечательно, так сказать, ну там начинает обитать. Но у табака есть одно удивительное свойство. Его листочки являются такими как бы немножечко липкими. В результате вот эта белокрылка, когда она туда садится, она там не размножается, она там не питается, а она там просто накапливается, она там гибнет, она прилипает. И вы можете использовать растение табака вместо пресловутых желтых таблиц, на которые летят белокрылки и прилипают. Вот такой же точный эффект дает и табак. Вот у меня на него уже сейчас поприлипали и другие вредители. Между прочим, такой же эффект табак проявляет в отношении тлей. Тли на него летят и пытаются его жрать, но они здесь же на этом табаке находят свою смерть. Во всяком случае, смерть черных тлей я на табаке вижу регулярно. Но вот от каких вредителей табак не избавляет, а способствует их распространению, это колорадский жук. Вот, к сожалению, колорадский жук замечательно поедает табак. Поэтому табачок следует защищать от колорадского жука всем спектром тех методов, о которых я не раз рассказывал на канале Иванова наука. У табака относительно мощная корневая система. Он довольно глубоко проникает в почву, стержневая, и оставаясь в этой почве, он работает дальше, как сидерат. Будучи, вот смотрите, сейчас же ноябрь месяц, да, а табачок южное растение. Он не умирает, он все еще растет. И уж Беларусь, Минск. И этот вот табак, когда уже время придет, укладывайте, пожалуйста, на гряды с хостами, там, где вы мульчи устроили, там, где лист уложили, да, вот эти все остатки табака, там укладывайте. Единственное, что надо держать ухо востро, вот эти вот коробочки коричневые, здесь полно семян, они просто полны, наполнены семенами. И когда вот они созревают, они рассеваются по всему участку, и, конечно, на будущий год вы имеете риски, что у вас здесь этого табака будет море. Но, во-первых, к счастью, он хорошо выпалывается, во-вторых, вам нет заботы растить его там в виде какой-то рассады, потому что он у вас сам рассеется, вы с лопаткой пробежитесь по участку, выкопаете вам столько растений, сколько надо, рассадите там, где надо, а остальное все вон или на край участка. Пускай опылители летают и пускай они им пользуются. Поэтому не переживайте, что этого табака будет слишком много. Лишнее пополите, ничего, не беда. Как сидорат используйте, закопайте его в землю. Он дает хорошую массу, хорошую корневую систему, достаточно быстро развивается, поэтому здесь тоже не беда. Что ж, обязательно используйте табак растения, который избавит вас от слизней, который избавит вас от гусениц, который избавит вас от крестоцветной бложки. Причем оно это сделает не только, когда будет расти, но и когда растительные остатки будут находиться в составе мульчи на почве. То есть уже с самой ранней весны табак будет защищать ваш огород. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!